Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! На телеканале ТВН вы смотрите цикл программ «Идеальная свадьба». В студии с вами Вадим Ансупов. Конечно же, каждая пара мечтает о том, чтобы именно их праздник, именно их свадьба была самая-самая-самая, самая прекрасная, самая красивая, самая запоминающаяся. Если ваше свадебное торжество уже совсем скоро, то я советую вам посетить свадебный портал Эстонии по адресу www.swadibka.eu. Вы найдете массу информации, а также найдете контакты многих свадебных специалистов и места проведения для свадьбы. Свадьба – это всегда прекрасно, это всегда красиво, весело, но свадьба – это всегда мероприятие, которое порождает массу вопросов. А вот ответы на эти вопросы знают гости в нашей студии. И сегодня у нас в гостях Марина Данилевская, декоратор, флорист агентства «Орхидей Стайл». Марина, здравствуй. Здравствуй, Вадим. Сложно ли подобрать стиль свадьбы? И когда в твое агентство обращаются невесты, они уже приходят с готовым каким-то стилем или стайлом, как говорят молодежь, свадьбы? Или ты им предлагаешь какие-то стилистические решения по свадьбам? Ну, дело в том, что бывает по-разному. Бывает уже задумка изначальная. То есть стиль определяется с момента, когда ребята вообще решили подать заявление и решили пожениться. А инициатор стиля, как правило, это невеста? Нет, не всегда. Очень часто молодые люди, причем довольно активно. Но дело в том, что очень часто бывает так, что они решили сделать праздник, но не знают, каким он будет. И здесь очень много факторов, которые влияют на это. То есть с какой-то стороны бюджет свадьбы, который позволяет или не позволяет им что-то сделать, скажем, время года, когда у них будет это мероприятие. Ну и сам праздник, он может быть большой, грандиозный или узким кругом. Такой более камерный. Да, бывает так. Но дело в том, что у нас свадьбы в Эстонии проходят, ну в основном, в среднем, это 30-50 человек присутствуют на свадьбе. И, соответственно, можно сделать его или очень пышным, или поскромнее. У нас люди, которые организуют свадьбы, они все-таки более скромные, тяготеют к оформлительским моментам свадьбы? Или больше любят вот такую вот помпезность, какие-то громадные декорации, большие букеты? Нет, я думаю, что скорее это выдержанный стиль. Очень такой сдержанный. Сдержанный, да. Но, конечно, хочется внести, все-таки, чтобы это был праздник. Но стараемся выдерживать в таких рамках, потому что в России, да, празднуют очень широко, крупно. Пышно. Но у нас не часто встречается такое, поэтому здесь важна каждая маленькая деталь на этой свадьбе, она будет видна сразу. Марина, а как тебе кажется, почему у нас в Эстонии, в стране, все-таки, вот такой более сдержанный, зажатый, что ли, момент, связанный со свадьбами? Это нехватка финансов? Нет. Я думаю, что мы сами здесь такие. Зажатые и сдержанные? Нет. Спокойные? Более спокойные, да. И мы видим красоту даже вот в каких-то небольших таких вещах. Это может быть даже цвет, красивый цвет, и мы уже тогда весь стиль свадьбы делаем под этот цвет. Или это может быть какой-то цветок, который вот приятен невесте. Я смотрю на него и вижу, что вот она для меня там ромашка или орхидея. Тогда будем уже играть от этого. Ты заговорил о том, что многие факторы влияют на то, какой будет выбран стиль, но, как правило, девушки приходят, и, как я вижу, у них, значит, два момента, когда они принимают решение о стиле. Либо они были на свадьбе у своей подруге, им понравилось цветовое решение свадьбы, они говорят, и мы хотим фиолетовую свадьбу. Либо они насмотрелись каких-то модных видеонарезок в интернете, или просто фотографии красивых множества свадебных сайтов, есть порталов, и вот им что-то понравилось. Они говорят, вот мы хотим там мятную свадьбу, к примеру. Дело в том, что есть такие цвета, которые уже несколько лет держатся у нас. В тренде это фиолетовый, да? Да, фиолетовый, сиреневый, различные оттенки. Но, в общем-то, он праздничный, он красивый цвет. И что хорошо, этот цвет неплохо подходит для жениха. Ведь очень часто получается так, что невеста видит свадьбу в таком цвете, а жених представляет совсем по-другому. И у нас были такие моменты, когда одна половинка хочет видеть такую мятную, другая сиреневую. И что ты делаешь в таких случаях? Приходится смешивать. Мятно-сиреневая? Да, и очень красивое сочетание. Допустим, получается цвет ментола и шоколад. Прекрасное сочетание. То есть, есть такие цвета, которые можно смешать вместе, но умеренно. Потому что, если делать полное разноцветие, наверное, это позволительно только осенью. Вот там, да. Свадьба в осеннем стиле. А конкретного цвета, который, допустим, вот именно моден в этом году, и мы только с ним работаем, нет. Такого нет. Есть классические цвета, есть пастельные тона, которые всегда в моде, и они всегда хорошо смотрят. Тебе, лично тебе, какой цвет нравится? С каким цветом тебе прям приятно работать? Вот если бы у тебя была свадьба, ты бы себе тоже такой сделал. Дело в том, что я еще параллельно флорист. Я люблю цветы, я люблю натуральный цвет. И, скажем, все, что связано с салатовым... Это твоя история? Да, это мое. И я стараюсь немножечко его добавить, потому что, если присутствуют цветы, зелень обязательно присутствует. Ткани и шарики. Какие еще элементы используются, кроме цветов, нынче в оформлении свадеб? И чего ты советуешь молодым использовать? Используемые ткани и шары. И сейчас очень часто стали использовать помпоны вот эти бумажные. Да, тоже модно стало. Но дело в том, что здесь во многом зависит вот именно стиль свадьбы и где она проходит. То есть место диктует какие-то свои условия? Да, обязательно. Потому что бывают такие залы, которые настолько самодостаточны, они могут быть красивы именно по-королевски. И там шарики уже, конечно, тяжело поставить. Если ребята очень хотят использовать шары, мы можем их использовать на фотосессии или в конце праздника. Но все-таки есть такие определенные залы, где или ткань, или шары, цветы уместны везде. Иногда молодая пара говорит на встрече, что мы не будем, наверное, заказывать услуги декоратора, потому что у меня там какая-нибудь сестра или подружка, она где-то там училась когда-то, она сама все сможет украсть и придать какой-то вид залу. Что ты на этом можешь сказать? Что на этом могу сказать? Ты сталкивалась, наверное, подчас с такими оформительскими решениями. Сталкивалась, да, не раз. Подруги очень часто хотят как бы тоже поучаствовать. Поучаствовать, да. Это все так весело, мимишно. Да. Но дело в том, что в таком случае я могу предложить работать вместе со мной. Мы заранее обсуждаем, что мы будем делать, что мы будем использовать. И если я понимаю, что я никак не могу их перебороть, тогда я даю им шанс при выкупе невесты использовать различные варианты украшения, которые они хотят сделать дома. Дома или в гостиничном номере, в зависимости от того, откуда невесту забирают. Потому что вариант, скажем, такой студенческой свадьбы в общежитии, да, не всегда подходит именно к этому дню. И различные сюрпризы, которые гости и родные хотят сделать, они не всегда принесут счастье молодым в этот день. Потому что у них свое видение красивого, и надо как бы с этим считаться. Ну да, иногда подружки говорят, не надо, не тратить деньги на декоратора, мы тебе сами украсим, мы сделаем такой подарочек. Но в то же время у меня были такие интересные моменты, когда даже ребята сами молодые и их друзья заранее делали какие-то вещицы интересные, которые мы использовали в декоре. И это приятно, особенно, когда это сделано своими руками. Но тогда мы работаем вместе, это должен быть цвет, материал из которого сделано. И уже на свадьбе, на самом торжестве, когда я ставлю эти вещи, я вижу, что они уместны. Стало быть, правильный распорядок действий таков, что люди сначала находят место, и потом приходят к тебе. Или они приходят к тебе и говорят, что вот у нас свадьба, мы хотим свадьбу, допустим, в розовом цвете, и ты говоришь, что вот есть такие-таки-таки площадки. И они говорят, да, наверное, вот это мы возьмем. Есть и такой-такой вариант. Свои плюсы и минусы в этих двух случаях. Ой, ну когда ребята приходят, уже подали заявление, и они мне говорят, мы уже решили, что мы уже оплатили какой-то зал, Ну тогда да, уже хода назад нет. Тогда я начинаю немножко с другой стороны подходить. Я интересуюсь, кто будет вести мероприятие, потому что от этого тоже много зависит. Неужели ведущий и дизайн как-то связаны? Да, конечно, потому что ведущий, он делает программу, и эта программа может быть тематической. Соответственно, от тематики свадьбы, как она будет проходить, мы тоже можем какой-то дизайн изменить. Потому что были моменты, когда у меня жених пришел из моря и сказал, я хочу здесь повесить круг, а здесь канаты, а зал совершенно не соответствует. И тогда нам пришлось как-то переигрывать. Я сделала им замечательный круг такой с фамилией, они его в речку бросали. Это была фамилия невесты предыдущая. Ну, то есть находим какие-то компромиссы. Просто когда я им подсказываю, они видят сами, да, что они в чем-то ошибаются, потому что у меня практики больше. Ну да, они в первой свадьбе, у тебя там 150-е. Да, да. И я им объясняю, что, допустим, день рождения можно провести каждый год по-разному и в разных местах. А свадьба, она одна, и нужно уже тогда определить, чтобы комфортнее было обоим. Часто ли к тебе обращаются пары, которые вообще вот приходят, чистый лист, и они говорят, что мы даже не знаем, какой будет цвет, какая стилистика, что вы нам посоветуете? И с такими тебе, ну, как бы легче общаться или нет? Ну, во-первых, в любом случае мне легче общаться не по телефону, не по скайпу. То есть ты все равно хочешь на личную встречу? На встречу, да, обязательно. То есть мы встречаемся, я их вижу. Иногда бывает такая невеста, я на нее смотрю. Вот у нас была свадьба в прошлом году, свадьба деймовочки. Вот она деймовочка, сразу видно, я с этим согласилась, ей это понравилось. Поэтому, когда я их вижу, я уже вижу примерно, что я могу им предложить. Но здесь тогда уже начинаем отталкиваться, в каких костюмах они будут. Потому что у мужчины в основном это классический костюм, у девушек, у невест, у них платья, костюмы различные совершенно. И тогда вот какой имидж она себе создаст, вот как она будет выглядеть, мы от этого уже начинаем думать, что мы можем сделать. Цвет, да, я начинаю, я просто открываю, есть различные сайты, свадебная палитра. Мы открываем и начинаем смотреть, к чему душа лежит. Вот от этого и начинаем сходить. Ты заговорил немножко про свадьбы, которые такие очень стилизованные. Часто ли у нас проводят в Эстонии такие свадьбы? Стилизация какая-то там идет, либо пиратская свадьба, либо там гэнгстерский стиль. Последнее время участилась, да, и карточные свадьбы, и стиль гэнгстеров, да, вполне. Но, честно говоря, жду эко-свадьбу. Пока еще не было? Пока не было, дело в том, что... А эко-это как, это какой-то хутор нужно снять, это много сена, бревна, дерево, мох? Да, в основном это, скажем, такой ближе, такой деревенский стиль. У нас есть площадки для этого, можно их сделать, но дело в том, что она довольно скромная свадьба. То есть, даже при большой работе, которая нужна, чтобы ее организовать и сделать, она выглядит довольно скромно. А у нас, ребята, многие не хотят выглядеть так. Потом у них костюмы соответствующие должны быть. Это уже не пафосное платье, там, с большими юбками. Это скорее веночек с ромашками, очень такой нежный, очень нежные цвета. Ну и потом... Наверное, такая свадьба подходит только для очень молодой пары. Там не для 35-40 лет. Наверное, да, для юной. Но дело в том, что эта свадьба, в основном, она еще и проходит на улице. И эта свадьба подразумевает, что именю соответствующее должно быть. То есть, люди должны полностью соответствовать этому эко-стилю. А у нас такая погода, что иногда очень страшно. Не угадать. Да, да. И поэтому все-таки нужна какая-то площадка с крышей хотя бы. И немножко сложновато предугадать, сможем ли мы сделать такой стиль. Зачастую в последнее время пошло в развитие темы выездных регистраций. Когда снимается какая-то площадка, либо свадьба происходит на мысе, любишь ли ты их оформлять? И какие решения в этом случае используются? Очень люблю. Для выездной регистрации. Очень люблю. Тебе нравится? Да, нравится, потому что мыс у нас очень много, различные. В общем-то, почти на всех уже работали. Во-первых, туда приезжает кейтеринг, соответственно, мы можем решить, какая мебель. То есть, мы можем играть в мебель, потому что есть такие рестораны. Наверное, скорее не мебелью, а скорее чехлами, да? Или мебелью в том числе? И мебель в том числе, потому что это могут быть круглые столы, квадратные. То есть, частично столы могут выставлены быть на улице, потому что есть такие рестораны, где есть определенная мебель, и все, и мы ничего не можем сделать с этим. Потом, там, да, действительно есть возможность сделать регистрацию на улице. Обязательно, на всякий случай, продумаем вариант под крышей. В основном, тогда не приходится им воспользоваться. И, конечно, очень красиво, потому что... Зеленая лужайка, белая мебель. Да, зеленая лужайка. Это может быть мебель, а может быть даже и без мебели. Это дорожка, по которой они идут, лепестки роз. Это различные украшения. Вот здесь, как флорист, конечно, я могу уже применить различные варианты украшения. Как правило, мы привыкли к тому, что вот на таких свадебных выездных регистрациях используются обязательные два элемента. Это стол, либо круглый, либо квадратный, на котором, или за которым стоит свадебный регистратор, либо ведущий, который ведет игровую свадебную церемонию. И арка. Арка, это, как правило, обычная конструкция, украшенная цветами. Но я видел очень много нестандартных решений, правда, не в нашей стране, а скорее в России, когда арки делают из каких только угодно материалов. И там могут быть использованы и римские колонны, и какие-то буквы, и все что угодно. И шкафы. И шкафы, да. И деревья. Там просто, я понимаю, что для того, чтобы организовать такую выездную церемонию, люди загоняют просто грузовик какого-то декораторского материала, из которого это сооружают. Это подчас очень классно и оригинально смотрится. Очень оригинально, очень интересно. У меня есть подборка очень интересных вариантов, как можно обыграть регистрацию. Вот они ждут эти фотографии, скажем, своих клиентов. Но делали регистрации очень красиво, очень нежно. Это просто огромное большое дерево. И на него вешаются те же ленты, цветочные гирлянды. И настолько это было красиво и нежно. И не нужно таких затрат. Дело в том, что не все затраты огромные, они дают как бы именно ту красоту, то, что мы хотим увидеть. То есть ты хочешь сказать, что не обязательно, потратив большое количество денег, получить эффект. Можно и с меньшим количеством денег получить эффект, если ты знаешь, как точечно их использовать. Да, и когда это все собирается воедино. То есть вот эти элементы повторяются и при регистрации, и при оформлении столов, и украшении машины. То есть вот все это вместе, хотя бы немножко этот элемент повторяется где-то, и уже вот эта изюминка, она есть. И она порой эффект больше дает, чем какие-то глобальные гирлянды из цветов обвитой колонны. Если мы говорим о стиле, из каких элементов он состоит? Я имею в виду в плане того, уже стилистически можно подавать знак своим гостям на стадии приглашения, когда приглашение оформлено в каком-то стиле. И потом дальше эта ниточка длится куда дальше? Что это? Это букет, это бутоньерка, это цвет галстука. Что это? Начинается все с приглашения. Приглашение. То есть мы обсуждаем обязательно. То есть оркидейстайл тоже делает приглашение? Да, но мы делаем приглашение именно ручной работы. То есть мы не используем типографию. Это именно ручная работа, и я ребятам это объясняю, показываю им образцы, и если они согласны с этим. То есть я объясняю это так, что якобы это делают они своими руками, но вместо них делаю я, очень аккуратно. И они когда отдают в руки, там тепло. То есть там тепло, каждый пригласительный сделан именно своими руками. И на приглашение, будь то цветок, тесемочка, какая-то бусинка, то есть мы даем уже этот посыл, и гости, которые приглашены туда, они понимают, как эта свадьба будет выглядеть. То есть как театр начинается с вешалки, так свадьба начинается с приглашения? Обязательно. Хотя ведь многие, особенно может быть женихи, скажут, да господи, я позвоню там своему другу, скажу, приходи на свадьбу. Зачем какое-то приглашение? К чему? Это же лишняя трата денег. Дело в том, что... Не согласна? Не согласна, потому что мы должны тех же родственников, друзей, гостей, мы должны настроить на то, как будет проходить этот праздник. И если мы их настроим, у них будет соответствующий дресс-код, они будут готовы к этому. То есть, если мы настроились с самого первого момента, люди уже ждут, что будет дальше. А дальше идет поэтапно. Дальше украшается машина, выходит невеста с определенным букетом. У жениха маленький элемент этого букета или галстук, или же у него там жилетка какая-то красивая, да, именно под цвет. И дальше поэтапно идет-идет. И мы же делаем очень много аксессуаров, тоже ручная работа. Например, какие? Аксессуары различные. Это могут быть бокалы с декором, это может быть такой сундучок, который... Для подарков, коробочка для подарков. Скажем, конвертов, да, и тех же поздравлений. Это подушечка для колец, причем подушечка может быть в различных вариантах. Она может быть и тканевая подушечка, может быть из цветов, иногда даже спил дерево используют для этого. Потом это различные, скажем... Книга пожеланий. Книга пожеланий обязательно. Святое дело. Да. И, кстати, это очень хорошая вещь. Я считаю, что на память остается замечательная книга, которую можно потом продолжать. И на пять, на десять лет, если собирается компания, празднует. Почему бы не написать туда что-то? Там дальше уже и дети присоединяются. Я знаю, что еще одна из тенденций, когда молодая пара просит на своих... Или в своих приглашениях дарить цветы какого-то определенного цвета. И потом флорист забирает эти цветы из ЗАГСа и успевает из них сделать композицию. Как ты к этому относишься? Я предлагаю вариант этот, во-первых, скажем так, чтобы сэкономить ребятам бюджет. Потому что если мы сможем использовать те цветы, которые подарят гости... Скажем, цветов много, особенно летом. Мы упрощаем задачи для гостей. Они знают, какие цветы подарить. И у нас проходили замечательные свадьбы. Там, допустим, свадьба красной розы, когда было неимоверное количество красных роз. И мы ими же декорировали зал. То есть уже были подготовлены специальные вазоны, подставки. Потому что если регистрация проходила в одном месте, а свадьба в другом, то у нас есть определенный промежуток времени, мы можем эти цветы использовать. Потому что в основном, конечно, если летом эти цветы катают в багажнике... И иногда даже про них и забывают. Ну и для гостей это тоже приятно. Допустим, когда я знаю, что мама дарит определенный букет. Или жениха, или невесты. Она уже заранее знает, что эти цветы будут перед молодыми где-то на столе стоять. И ей это приятно. Как решается вопрос с букетом невесты? С букетом невесты очень серьезный вопрос. Он проходит при долгих обсуждениях с невестой? Или они, как правило, быстро соглашаются? Иногда да. Иногда долго, иногда даже не один месяц. Иногда откладываем на тот момент, когда уже будет куплено платье. То есть и стиль платья может диктовать, какой будет букет? Да. Потом цветовая гамма. То есть как мы останавливаемся? Допустим, если вернемся к стилю, есть такой стиль, который очень часто используется. Многие не знают, как он называется. Амбре. То есть это идет один и тот же цвет, от самого светлого оттенка до самого яркого. И если мы уже остановились на этом цвете, мы должны решить, что у нас букет все-таки тоже должен быть. Или же у невесты платье такого цвета, а мы тогда делаем уже спокойный светлый букет. Конечно, жених должен подарить невесте букет. Были у меня такие моменты, когда женихи говорили, я это сделаю сам и выберу сам. То есть просто поеду, закажу у флориста и с этим букетом приеду? А почему они так говорили? Ну, как-то не знаю, откуда-то пошло. Это далеко-далеко. Иногда мама подсказывает, что так должно быть. Но все-таки я хочу посоветоваться с невестой, хотя бы даже увидеть, как она просматривает фотографии. Вот на чем она остановилась. Потому что это для нее очень важно, с каким букетом она будет. Вообще для женщины важны цветы, какие у нее в руках, а на свадьбе обязательно. Ну и потом, скажем, платье самой. Иногда бывает настолько красивое платье, что большим этим роскошным букетом не хочется закрывать. Как тебе кажется, букет должен дополнять платье или он должен выделяться на фоне платья? Он должен, наоборот, бросаться в глаза и привлекать к себе внимание? Нет, я думаю, букет не должен сильно... Не должен выделяться? Нет, нет. Но в то же время бывают такие моменты... Вот у меня недавно была свадьба, это было черное кружевное платье у невесты. Очень красивое, очень стильное. И мы не могли сделать скромненький букетик, потому что он просто растворился бы на ее фоне, поэтому пришлось сделать букет с красными, с перьями, такой яркий. И они подчеркивали друг друга. Бутоньерка и букет всегда должны быть в одном стиле? Ну, в основном, бутоньерка – это маленький элемент букета невесты. То есть, это как бы такой отголосок, такой отзвук. Еще немаловажный момент, конечно же, это стол молодых, куда устремлены взоры всех гостей в течение всего 5-6 часового застолья. Какие есть моменты и возможности украсть его? Ну, и точно так же столы гостей, если это американская рассадка, когда стоят круглые столы. Дело в том, что мы сначала решаем, как у нас столы вообще накрыты. То есть, есть ли это столы, полностью заставленные закусками, едой, соответственно, какие-то мелочи, маленькие детали у нас просто потеряются. Или у нас начинается борьба с официантами, они ставят закуски, а я пытаюсь поставить свой декор. Тогда есть варианты высоких. У нас есть замечательные вазоны, мартиницы, различные подставки, которые очень мало места занимают на столе, но они высокие. Тогда они располагаются как бы ярусом сверху, не мешают, можно так. Но делали очень красивые свадьбы, оформляли столы, когда на столе только присутствуют посуды, бокалы. Тогда есть большое поле деятельности, и тогда можно там творить, конечно, на этих столах. Но тебе нравится, когда оформление, вот высокие вазоны, они так придают. Нравятся высокие вазоны. Уже все, пространство стягивают вместе. Единственное, что всегда очень аккуратно со свечами работаем, потому что свечи это красиво. Ну, во-первых, да, это опасно. То есть советуемся обязательно с рестораном или же с кеттерингом, кто работает, не против ли они. Обязательно ставим свечи безопасно. Если это круглые столы, там, конечно, все намного удачнее. Если столы квадратные или прямоугольные очень узкие, то есть мы пытаемся подумать о том, что все-таки люди в движении, не хочется неприятностей. Да иногда бывает летом, когда очень светло, они не нужны в светлых залах. Ну и в конце, Марина, есть у тебя какие-то, может быть, два-три коротких совета, рекомендации нашим слушателям, нашим зрителям, нашим молодоженам? На что стоит обратить внимание, когда вы выбираете, каким будет ваша свадьба с точки зрения дизайна и с точки зрения флористики? Ну, во-первых, это молодые должны решить обязательно вдвоем. Это общее решение. Да. Стилей очень много. Не нужно забывать о том, что это, скажем, единственный день, который они должны провести именно так. Я с удовольствием помогу им через год, через пять, через десять сделать что-то по-другому, но именно этот день они должны подумать очень хорошо. А вариантов найти можно очень много. Можно поискать самим, можно обратиться к специалисту, который подскажет. Напомню, в гостях у нас была Марина Данилевская, студия агентства Орхидея и Стайл, и мы говорили сегодня о красоте, о декоре и о том, как сделать, чтобы именно ваша свадьба была самой идеальной. До скорых встреч на канале ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok